Слава Господу! Благословенные, мир и благодать, живущие в городе Сакраменто, возлюбившие, возлюбленные Господом братья и сестры. Может я не дословно, но так начинал свои послания апостол Павел. И это хорошо и приятно приветствовать друг друга приветствиями из Слова Божия. Мы пришли все на собрание или на служение, братья и сестры. Одни говорят, это не собрание, это служение, то есть мы пришли здесь служить. Одни говорят, нет, это собрание, мы пришли на собрание поучиться, и наше служение начинается за дверью этого здания. Но я скажу, и то, и другое, и собрание, и служение. Собрание, конечно же, мы собрались вместе, пред Словом Божиим, пред нашим Господом, имея единую веру, как уже брат проповедовал передо мною, веру Господа нашего, Иисуса Христа. Это и дало нам право собраться вместе, или же желание такое собраться вместе. А служение, потому что говорят иногда, вот сегодня служил хор церкви. Дорогие друзья, хор не служил церкви. Хор служил, или же служит нашему Господу, Иисусу Христу, слава нашему Господу. Братья служат Словом, передают Слово Господа. Или мы служим своими пожертвованиями, или же приношениями, как мы это часто, братья объявляют, что эта жертва, это как бы послужим для нужд других. Это есть тоже большое служение, которое апостол Павел говорит, производит во мной их обилие благодарности и славы нашему Господу. Слава Господу, братья и сестры. И я скажу, что сегодня будет сбор на ту нужду, которую я говорил в прошлое воскресенье. Я очень благодарен Господу. Я просто счастлив. Я уже говорил в прошлый раз. Я нахожусь в такой церкви жертвенной, которая поддерживает такое служение. И я благодарен братьям, которые отнеслись очень, тронуло мое сердце серьезно к этой нужде, на которую мы будем жертвовать. И об этом объявлялось в прошлое воскресенье. Кто был в среду, объявлялось в среду. И кто был в пятницу, объявлялось в пятницу. Так же, братья и сестры. Это означает, что, как я уже вам свидетельствовал, когда я позвонил туда, на Украину, этому брату, он говорит, мы уже месяц молимся и постимся. Это ответ на их молитву и пост. Слава нашему Господу! Братья и сестры, пост и молитва и милостыня, они имеют великую силу, великое значение в духовном мире. Почему в духовном? Потому что Христос сказал прямо, ты же, когда творишь милостыню, ты же, когда молишься, ты же, когда постишься, не делай это пред людьми. Тайна пред Господом. И Господь, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот это в духовном мире происходит тайно. Господь это все видит, Господь знает и дает явно. Но действия, которые затрагивают Господа, они происходят в духовном мире. Это молитва, это милостыня. И этот пост, он приходит пред Господом, на память пред нашим Господом. Он обращает внимание на эти три вещи. Эти три вещи он сказал в своей Нагорной проповеди, излагая в учении своем пред народом. Братья и сестры, сегодня, это мое маленькое вступление, проповедь у меня будет очень интересная. Я не претендую на какое-то богословское объяснение этих вещей, или же на какого-то проповедника, говорящего тематические проповеди. Но почему-то Господь положил на мое сердце вот это место, или же эти места. И мне хочется с Божьей помощью, сколько Господь не даст силы, изложить это перед нами, в первую очередь для себя и для каждого из нас. Ибо... Давайте для начала я прочитаю к евреям. 7 стиха и ниже. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды, новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещают дому Израилеву. После дней, после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, напишу их на сердца их, и буду их Богом, они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, «Потому что все, все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их, не воспомяну более». Говоря, новый показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Друзья дорогие, если мы вспомним историю Первого Завета, я не буду все перечислять, но просто быстренько вспомним в наших мыслях, это был Первый Завет, Господь заключил через Моисея с народом израильским и не без крови. И затем Бог на горе Синай дал Моисею закон, десять заповедей. И этот закон Бог дал своему народу израильскому. И скажите, пожалуйста, что-то Господь несовершенное им дал, что-то несовершенное им заповедал. Друзья дорогие, сегодня такой вопрос, потому что я сейчас прочитал, что в другом месте написано, закон никого не довел до совершенства, закон оказался несовершенный. Разве Бог дал что-то несовершенное людям? Ибо, если бы Первый Завет был без недостатка, если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Оказывается, Первый Завет был с недостатком. Друзья дорогие, и давайте теперь разберемся, разве Бог неправеден, разве Он несовершенный, давая такой Завет своему народу, несовершенный, который не довел никого до совершенства. Нет, мы сегодня выслушали, Он есть камень краеугольный, Богом поставленный, на котором здание все созижится, устрояется стройно. Дорогие друзья, но я сейчас вам скажу такую вещь, может быть, мы никогда, и это не я не дошел своей мудростью к этому. Я тоже услышал однажды, и оно меня как бы заинтересовало, я стал читать эти места, их невозможно за одну проповедь себе прочитать, там дают 20 минут. Сегодня мы заметили такую вещь на экране, и там уже считают, в обратное время идут часы, и если уже 20 минут заканчивается, то начинают красным считать, то я не успею, постараюсь сколько смогу, быстренько. Дорогие друзья, я вам скажу то, что вы, может быть, не слышали и не думали о том, что закон, который дал Бог людям, закон, который дал Бог людям, не видел и не читал ни один из людей, живущих на земле. Вы скажете, как? Вы же помните, когда Господь взял скрижали, написал своим перстом 10 заповедей, дал Моисею, и Моисей сходил с горы, и когда он увидел народ, играющий и пляшущий, то он разбил эти скрижали. То есть его ни один человек не видел ни тех скрижалей, ни что на них было написано. Затем Господь повелел Моисею вытесать из камня другие скрижали, и опять пойти на гору, и Бог написал на этих скрижалях заповеди или же закон. Но этот закон, эти скрижали находились в ковчеге заветов, где находились скрижали сосуд с манной и жезла арона рассветшей, находились. И никто не имел права туда заглянуть, или же кто заглядывал в ковчег заветов, он не оставался в живых, ибо Господь свят. И написано, Бог, лица Его светлее, в десять тысяч крат светлее солнца, и увидевший Бога не может остаться в живых. То же самое сказано о ковчеге. То есть, никто не читал. Если, быстренько, если мы читаем второзаконие, в нескольких местах написано, но нигде нет четкого определения, что точно написано десять заповедей подряд, и в другом месте подтверждается. В каждом месте по-разному написано. И нету точного определения. Более того, евреи, толкуя закон, они сделали, настолько его растолковали, есть такая книга Талмуд, настолько растолковали, что там не десять заповедей, а шестьсот тринадцать заповедей. И это еще не все. А еще есть закон, заповеди, есть предания, есть, ну, обряды, что передавалось из уст в уста, передавалось, и настолько все это пришло в такое обширное законничество, что люди не могли, не могли исполнить всего закона, не могли, потому что они сами запутались, настолько сделали правило на правило, и закон поэтому стал несовершенный. Люди приложили свои уставания и свои толкования, и настолько запутались в этих толкованиях, что закон стал несовершенный. Не могли, никто не мог достигнуть совершенства, исполняя закон. Если бы было четко написано десять заповедей, первое, второе, третье, десятое, делать то, 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 но нету такого, прочитайте Библию всю, нету такого четкого. Есть, есть закон, есть определение. И вот приходит Христос, написано, Христос не нарушил закон, Он не нарушил закон, но Он исполнил закон, Он был единственный человек на земле, который исполнил закон в точности, и Он был конец закона, написано. И сегодня, как мы уже слышали на будних собраниях, такие серьезные проповеди, почему-то Господь об этом нам так сегодня говорит. Мы слышали о благодати, мы слышали о том, что недостаточно только благодати для спасения нашего. И вот мы говорим, Господь принес нам благодать. Это да и аминь, это правда. Но благодать, это только начало. Как апостол Павел уже к галатам говорит, что дух желает противного плоти, а плоть противного духу. То есть, все время происходит борьба. Я бы сказал, вот эта жизнь по духу, это благодать. А жизнь по плоти, это надо обуздывать, надо закон. Нужно заповеди, если хотите. Христос сказал заповеди, и Он нам дал эти заповеди, Он заповедовал нам эти заповеди. Я уже не буду кое-что еще прочитать. Христос дал заповеди. Давайте прочитаем. От Матфея 22 глава 35 стих. Вот вам пример, что законник, которому уже одно слово говорит, законник, который тщательно изучавший закон, и хранивший закон, и знавший закон, вот приходит законник ко Христу. 35 стих, 22 глава. И один из них, законник, выделено запятой с двух сторон, законник, это отдельное слово, искушая его, спросил, говоря, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Друзья, вы понимаете, в чем идет речь? Законник, ну, он искушая Христа, но я где-то в глубине допускаю, что они настолько запутались, и вот они услышали, появился новый учитель, новый раввин, и учит, и говорит, давай еще его спросим, что он скажет? Уточнит ли он, поддержит нас в нашем законничестве, или что он скажет? Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Слава нашему Господу! Друзья, Христос сказал 10 заповедей, Христос сказал 613 заповедей, Христос сказал две заповеди. Первая, возлюби Господа, и вторая, ближнего, как самого себя. На этих двух заповедях созижится весь закон и пророки. На этих двух заповедях созижится вот тот закон, который Господь дал через Моисея. На этих двух заповедях созижится закон возлюби ближнего твоего. На этих заповедях все созижится. Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Все на этих заповедях созижится. Ибо мы, если мы имеем искреннюю любовь к Богу, мы не будем грешить, не будем прелюбодействовать, не будем красть, не будем убивать. Если мы любим ближнего своего, как самого себя, это заповедь Христос сказал, он еще об этой заповеди сказал, отдельно говорит, все новую заповедь вам даю. Любите друг друга, все новую заповедь. Это новая заповедь, потому что в старом законе, в ветхом законе, который уже мы услышали, никого не довел до совершенства, был несовершенный, было сказано, люби ближнего твоего, это правда, так было сказано, и ненавидь врага твоего. А уже Христос говорит, все новую заповедь вам даю. И уже пятая глава, пятая глава, Нагорная проповедь, этой же книги Матфея, Христос, давайте еще прочитаем. Пятая глава, Матфея, пятая глава, из 17 стиха. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не думайте. Они думали, он пришел какую-то революцию сделать, переделать, другое учение принес, но, как мы уже слышали, Христос исполнил закон. Он пришел исполнить закон. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Слава нашему Господу. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля ни одна, и вот, или черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит, так у людей тот малейшим наречется в Царстве Небесном. И кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Дорогие друзья, помните, в одном месте Христос говорит, то, что они вам говорят, делать, делайте, а по делам их не поступайте. Если ваша праведность не превзойдет. Дорогие друзья, законники или же фарисеи, исполнявшие закон, были ли они праведниками? По закону да, потому что они исполняли. Они десятину, субботу строго исполняли закон. Хотя, почему? Почему Христос сказал, не довел никого до совершенства? Они извратили многие заповеди. Если вы помните, Христос говорит им, вы же нарушили одну из главных заповедей, почитай отца и мать. Вы же ее нарушили. Это же одна из заповедей, почитай отца и мать. А вы ее нарушили, придумали карван. Это все принадлежит Господу, тем, то, чем бы ты пользовался от меня. Родителям своим говорили. И этим они нарушали одну из главных заповедей. Христос усовершенствовал эту заповедь. Говорит, почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. И будешь долголетен, и будет тебе хорошо. Это очень важная заповедь. Эта заповедь включает в себя возлюби ближнего своего, как самого себя. Потому что эти заповеди Христос давал народу. Он эти заповеди давал по отношению мужу и жены. Он давал по отношению братьев и сестер, по отношению близких, по отношению окружающих. Эти заповеди давал. Эти заповеди все заключаются в одной заповеди возлюби ближнего, как самого себя. Это Христос сказал, вы помните, Он давал такие заповеди, все творите в Мое воспоминание, все даю вам власть. Это Христос говорил, это такие заповеди, это еще дополнение к закону, это еще дополнение к тому, что было 10 заповедей или 613 заповедей, потому что они многие упразднили, и в одном месте написано, так написано, Христос говорит, проблема в том, что вы не любите Бога. Он говорит это фарисеям и книжникам, вы не любите Бога. А Христос говорит, первая заповедь, возлюби Бога. И читаем дальше, давайте эту главу прочитаем до конца. Датсакей, время бежит, это очень важная тема сегодня, потому что мы верующие, подрастает молодое поколение, подрастают наши дети. Как мы сегодня их можем научить, что нам им сказать, какие мы должны исполнять заповеди, 10 ли заповедей, 613, что нам надо исполнять для спасения нашего, нам и детям нашим. Какие заповеди сегодня исполнять? Стоит ли их исполнять, дорогие друзья? И Христос говорит, нет, нет, ни одна, и вот ни одна черта из закона не пройдет. Все это сбудется, все вы это должны исполнять. Только еще дополняет, усовершает закон свой, который был несовершенный. Я думаю, Христос все совершенно. Вот в этом и заключается благодать Божия, что Он говорит, как я прочитал уже к евреям, напишу в сердцах их и в мыслях их, чтобы законы мои и согрешения их, вот это и есть благодать. Не воспомяну большее, и буду их Богом, и они будут моими сынами и дочерями. Поэтому, дорогие друзья, сегодня перед нами серьезное такое решение, или серьезное слово звучит. Если не превзойдет праведность ваша, не войдете. Они делали, они исполняли закон. А мы сегодня, многие лжеучители или же проповедники проповедуют, нет, нет, не надо нам никакого закона, все под благодатью. О, если же только под благодатью, то так как по влечению нашей плоти, если мы только предадимся нашей плоти и будем исполнять все ее желания, то очень далеко наша плоть заведет нас. Дорогие друзья, но чтобы наша плоть не завела нас, есть еще дух, который противится вожделениям или же хотениям плоти. А чтобы противиться, нужно работать над собою, нужно трудиться, нужно подавлять эти все похоти, восстающие на душу нашу написано. Нужно трудиться над собою. И я скажу, это нелегко. О, легко поверить, благодать, и это не от нас, это дар. Это как дерево, оно ничего не, или же какое-то растение, оно ничего не сотворило. Мы взяли его, посадили, это благодать. Мы посадили его в землю, может быть даже благоприятную, удобренную землю. Но если это дерево не поливать, не ухаживать за ним, особенно в калифорнийской жару, оно очень быстро засохнет, обсыпется листики и будет похоже, или же ни на что не похоже, братья и сестры. Вот это, если благодать Божию, которую мы приняли, не подкреплять нашим усилием, нашей силою, нашим стремлением к нашему Господу, исполнением заповедей Его, исполнением законов благодати, дорогие друзья, то очень быстро благодать закончится, и наша плоть, она покажет свои способности. И уже Иисус Христос говорит, подтверждает то, что Он сказал, Он говорит, Царствие Божие, от Него Иоанна Крестителя силою берется, и употребляющий усилия восхищает Его. Слава нашему Господу! Я думаю, это не новое сегодня для нас звучит, это проповедь, просто как напоминание. Никогда не расслабляться, никогда не останавливаться достигнутым. Прилагать усилия, каждый день прилагать усилия. И я дальше читаю эту главу, как я сказал, прочитаю ее до конца. Мы посмотрим, почему нам необходимо прилагать большие усилия над собою, чтобы исполнить все, что Христос говорил. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Друзья, дорогие, вы слышите? Я слышал много раз эти слова. Мне мама в детстве, мы пропели, и вот это слово мне так по душе, книга Библии, и мама ее читала, в детстве она говорила, и она мне говорила вот эти слова. Мы же такие все, знаете, мудрые, и вот кто-то что-то там сделал. О, дурак, извините за это слово. О, безумный, бестолковый. Вы слышите, что слово Божие говорит? Кто скажет безумный? Или же скажет рака? Это очень серьезная ответственность, то, что мы сегодня читаем. Мы же хотим спасения. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, остав там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя суде, а судья не отдал бы тебя слуге, и не верли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондранта. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ним в сердце своем. Если же правый глаз соблазняй тебя, вырви его, и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, и не все тело твое было ввержено в гиену. О, это еще более серьезнее здесь. Дорогие друзья, сегодня, скажите, пожалуйста, здесь написано не прелюбодействие, не прелюбодействие, но действие – это уже совершенный акт, или же действие, какое-то произошедшее действие. А Христос говорит, я говорю вам больше, есть кто посмотрит. Скажите, мы все чистые от этого греха, мы все, разве мы не смотрим, разве мы что-то не размышляем, разве... Каждый себе. Мы не будем сегодня голосовать или поднимать, и говорить, я хороший, а я, да, у меня такое есть. Мы все, потому что мы живем в мире, где престол сатаны. Христос говорил, не прошу, чтобы ты их забрал от мира, но чтобы сохранил в мире от зла. Христос знал, поэтому Он говорил нам, и не беспокойтесь, братья и сестры, да, мы, может быть, грешим этим грехом, но, как я прочитал уже к евреям, грехов их больше не воспомяну. Мы это принимаем верою, принимаем жертву Иисуса Христа, кровь Его, которая омывает, очищает нас от всякого греха. Поэтому здесь и сказал, мирись, или же делай в свое время остановку, делай очищение в своей жизни, в своих путях, ибо праведность наша, как запачканная одежда, каждый день, находясь, ходя в этом мире, среди людей, среди, как брат уже передо мной говорил, эти новости, эти всякие сайты, это всякого рода информация, и невозможно, чтобы наша одежда была чиста, невозможно, это как бы мы оделись в чистую, белые штаны, льняные такие, знаете, и белую рубашку, и вот целый день походили, просто ничего не делая, просто походили целый день, общаясь на работе с людьми, в машине, в троллейбусе, в автобусе, на базаре или куда, и пришли вечером домой. Скажите, пожалуйста, осталась бы наша одежда чистая до вечера? Вы же все знаете. Конечно, она белая, но она бы до вечера не была бы такая чистая. Все в том и есть наше преимущество, что мы имеем Иисуса Христа, мы имеем кому пройти вечером на служении, в молитве склониться и сказать, Господи, не откладывайте это в длинный ящик, не откладывайте это на потом, на завтра. Господи, сегодня то и то посмотрел, сказал, сделал, Господи, верю, исповедую, беден я, нищий. Давид говорит, червя не человек, я ничто. Вот в этом и есть наше нищество, что мы себя не превозносим, а мы сегодня, как нищие, приходим к нашему Господу, Господь омывает, очищает и дает нам будущность и надежду. Давайте мы пропустим некоторые стихи, быстренько там сказано о том, как нам необходимо поступать, как если тебя ударят в одну щеку, подставьте другую щеку, если захочет взять рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Скажите, пожалуйста, разве это легко сделать? Разве Христос что-то сказал, тот закон несовершенный, а этот уже совершенный? Это легко сделать, это очень нелегко сделать, и это, часто мы в этом терпим поражение. Сказал грубое слово, так хочется ответить в ответ, сказать, чтобы он почувствовал, что не на того напал. Дорогие друзья, это Христос, это Его закон, это Его заповедь. Возлюби ближнего, не сделай, не скажи. По отношению мужа и жены, Христос говорит, любите жен ваших, как свои тела. Если ты себя любишь, столько для себя все хорошее желаешь, ты не сделаешь жене плохого. Ближнего своего, как самого себя, подобная заповедь. Если мы любим себя, не хотим себя, не сделаем. Друзья дорогие, я не вам только это говорю, я это себе говорю. Так тяжело, иногда бывает. Сегодня почему-то Господь говорит мне и нам всем через слово свое, слава нашему Господу. Это Его великая благодать. Это то, что еще Господь не оставил нас. Господь говорит к евреям, бьет же всякого сына, которого пронимает. А если вы остаетесь без наказания, то вы незаконные дети, а не сыны. Мы, может быть, и сыны еще числимся, но мы уже незаконные дети, если Он не наказывает. Поэтому Он и обличает, и наказывает. Поэтому Он и наставляет нас. Слава нашему Господу. Давайте, я еще прочитаю несколько стихов. И буду заканчивать. Извините, пожалуйста. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Это в Ветхом Завете в законе было так написано. Ненавидь врага твоего. Кто может быть наш враг? Да кто угодно. Кто нас обидел, не додал, не нагрубил, уже враг. Все, мы по закону Ветхову мы имеем право ненавидеть, уже сделать ему тоже так, как он нам сделал, а может быть, еще с более творческим успехом. Но Христос говорит, вы слышали, как это было сказано? Нет, нет. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Слава нашему Господу! Вот совершенный закон, совершенный, который приведет нас к совершенству, исполнить повеленное вам. И когда вы исполните все повеленное, вам не говорите, но говорите, мы рабы, ничто не стоящее, ничего не присваиваем себе. Если мы были злоречивы, если мы, кто крал, предник роди, если мы крали, если мы делали зло, были грубы, а сегодня мы изменились, сегодня Господь дал нам эту благодать, и мы сегодня стали лучше, нежели 10, 20, 30 лет назад, то это не наша заслуга, это заслуга нашего Господа. Это Его Слово, которое Он сказал. Да, это было раньше, а сейчас не так. Ударит ли тебя, поставь другую, принудит тебя идти одно поприще, одним с ним два, захочет взять рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Дорогие друзья, вот это совершенный закон, это наш Господь, Он нас приведет к совершенству. Нет, нет, своими силами ничего у нас не получится. Мы только надеемся на подаваемую Его благодать и прилагая все усилия. Друзья дорогие, стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это жизнь всю отдать. Слава нашему Господу!